Уважаемые товарищи, предлагается возобновить работу Российского комитета рабочих. Вопрос к редакционной комиссии. Уважаемые товарищи, поступали ли правки по первому вопросу о борьбе за прогрессивный коллективный договор? Не было права. Российский комитет рабочих, заслушав и обсудив доклад председателя правкома профсоюзной организации «Защита» Саровской генерирующей компании ВВ Кальвета, подчеркивает, что коллективные действия работников в целях заключения и выполнения прогрессивного кол-договора являются главным средством отстаивания прав и интересов работников. Представители ряда первичных профсоюзных организаций России в соответствии с рекомендацией ИРКР составили проекты коллективных договоров, выгодные для работников. Тем самым выполнены исходные условия для борьбы за прогрессивный коллективный договор. Профсоюзная организация, подготовившая свой проект коллективного договора, необходимо заранее готовиться к коллективным действиям в его поддержку. В этих целях выжимка из прогрессивного проекта кол-договора должна быть размножена и роздана каждому работнику. На этой основе необходимо провести широкое обсуждение проекта, разъяснить, что он выражает интересы каждого работника. Работа профсоюза по продвижению прогрессивного проекта кол-договора всегда встречает ожесточенные сопротивления работодателя, зачастую сопровождающиеся потоками лжи, обмана и клеветы в отношении представителей работников. Работники могут и должны противопоставить работодателям свою организованность и сплоченность, продемонстрировать на деле готовность к борьбе за свои интересы. Профсоюз обязан добиться соблюдения работодателям норм ведения коллективных переговоров, закрепленных Трудовым кодексом Российской Федерации, статья 36-39. Необходимо, чтобы представители работников, участвующих в коллективных переговорах, подготовке проекта коллективного договора, были освобождены от основной работы с сохранением среднего заработка, статья 39 ТК РФ. Опыт борьбы за заключение прогрессивного коллективного договора показывает, что выгодный для работников коллективный договор не может быть заключен без коллективно-трудового спора. Только тогда, когда требования работников поддерживаются коллективными действиями, этот спор разрешается в интересах работников, заключением коллективного договора, норма которого улучшает положение работников по сравнению с предыдущим колл-договором. Российский комитет рабочих рекомендует вести полномерную подготовку к ведению коллективно-трудовых споров и обмениваться опытом и методическими рекомендациями по их проведению. Еще раз повторюсь, так как правок по данному проекту постановления не поступало, предлагается данный проект постановления принять в целом. Прошу голосовать, кто за, кто против, воздержавшись, единогласно. Вопрос второй. Постановление Российского комитета рабочих о борьбе за режим рабочего времени, выгодный для работников. Добрый день, товарищи. Всех с праздником. Так, поступили следующие правки от Дмитриева Максима Денисовича в предложение «Ограничение продолжительствий вечерних и ночных смен». В проекте, значит, до восьми часов предлагается правка до шести часов. От редакционной комиссии могу сказать, что, в принципе, справедливо. Мы высказывали такие предложения, что не только рабочие деньги ограничивают до шести часов, но и смены ограничивают до шести часов. Это правильно. Так сказать, в перспективе, если будет действительно завоевано сокращение рабочего дня до шести часов, то тогда и смены можно будет сокращать до этого времени. Но восемь часов при трехсменной работе – это минимальная проложительность. Поэтому я предлагаю все-таки оставить пока восемь часов. Это уже будет прогрессом по сравнению с теперешней ситуацией, когда люди работают либо круглые сутки, либо по двенадцать часов, либо десять часов с охватом ночи. А шесть часов все-таки передвинуть на тот период, когда мы добьемся шести часового рабочего дня. Что ставить, это другое. До восьми, а в перспективе до шести. Это новая правка. Можно вы добавить? Добавляю что? Ну, вот, как в комментариях. Можете выступить либо в защиту, либо в вашу поддержку. Смотрите, ребята, я поддерживаю. Все-таки оставить в прежней редакции. Почему? Потому что если мы будем переходить к смене, как правило, именно к смене режима работы на шесть часов, то это будет при сорока часовой рабочей неделе. Это как раз-таки то, с чем мы бьемся у себя на работе, чего люди боятся. При сорока часах рабочей недели, шесть часов, это бывает с утра отработал, пообедал и в ночь в этот же день ешь на работу. То есть людям этого Бога надоело. Это не своевременно. Сейчас пока не надо с утра хорошо. Ну, вместо трех смен придется вводить четыре смены. Да, да, да. Без сокращения рабочего дня это действительно только нанесет вред. Да. Без сокращения продолжительности рабочей недели. Уважаемые товарищи, предлагается, значит, голосовать за... Защищать правку будет? Правку. Нет, давайте снимем. Может, там, субтитры, что ли, этот момент. Снимается. Да, правых снимается. Значит, не голосуется. Следующая правка. Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не менее сорока восьми часов. Предлагается. Ну, здесь, опять же, это увязано с продолжительностью смен. То есть мы считали, и с Алексеем Михайловичем этот вопрос обсуждали. Изначально он тоже предлагал сократить до сорока двух часов. Не получается при сменной работе, при теперешней продолжительности рабочего дня сократить до сорока двух часов. Потому что иначе получается, что после ночной смены, после выходных не получится выйти, допустим, в утреннюю смену. А это с точки зрения физиологии более правильно, да, то есть чтобы человек выходил не подряд, допустим, там, вечерняя смена или с ночной на позднюю, а с ночной выходила следующая, чтобы у него была утренняя смена. Вот из этих соображений решили оставить сорок два часа, чтобы была возможность после ночной, после отдыха выйти на вечернюю смену. Вот из этих соображений. Ой, с ночной на утреннюю смену. Денис Борисович, вам здесь ошибка какая-то. 42 часа получается, что если человек заканчивает смену утром, то 42 часа никогда истекают. То есть 48 часов, это он на работу может идти утром, а 42 часа, это на работу он может идти вечером. То есть он утром заканчивает ночную смену, то есть смену заканчивается утром. Потом отдых у нас идет. Если 42 часа, то он может выходить в ночь. А 48 часов он может выходить в день. То есть, это больше отдых получается, он может выходить в день. То есть он утром закончил и через двое суток утром может выходить на работу. Сонят. Машим быть. давайте голосовать уважаемые товарищи кто за предложенную правку тезисе продолжительность ежегодного непрерывного отдыха не видеть еженедельного непрерывного отдыха не менее заменить цифру 42 на 48 прошу голосовать кто за кто против сдержался после двух подряд ночных смен вы можете унести в этот пункт не вносится поправка следующий запрещение работы по выходным или ограничению до минимума два часа с оплаты полного дня организации доставки рабочего до места работы за работодателя это запрещающая фактически до поправка которая понятно что таких условиях не просто не будет предоставлять просто там было изначально указано запрещается работа выходным или же ограничение до минимума а какого минимума не было указано минимума работ или минимума часов и так бы работодатель мог бы это взять а у меня минимум там надо сделать такой объем работы еще что доставил на работу потому что выходные ну да там тоже здесь тогда конкретизировать сколько раз в месяц такой потому что будете два часа каждые выходные тоже в общем получается что если мы дальше посмотрим там получается что восемь часов в месяц максимум переработок может быть по нашему да это получается два часа в неделю получилось эти два часа я могу только скажем все таки у нас должен быть реалистичный проект не предлагать то что будет отвергнута сходу и работодателем и не знаю насколько большинство работников поддерживать предлагается чтобы выходной день человек приезжал не более чем на два часа вообще не выходной это все равно будет испорчен у вас доставку два часа как мы вчера рассуждали все равно же не будет с учетом дороги туда с учетом если вас привезут отвезут пусть он один портится за то остальные останутся с другой стороны он будет тогда и бессмысленным я имею ввиду и уходить то не будет что-то на два часа здесь можно допустим ограничить количество выходов в месяц не больше одного выходного месяца таким образом потому что так разбивать тоже по два часа я по опыту могу сказать если дежуришь на дому и тебя вызвали один раз за выходной то это весь день у тебя пошел на смарт все планы твои и так далее может быть тогда в этой поправке просто и слов до минимума скобках указать не более одного раза в месяц или там более 2 на сколько в сложении можно в продолжении да просто слова до минимума ну здесь вот игрушка либо надо во первых надо эту правку рассмотреть принимаем или нет и дальше если переформулировать и потом к ней вернемся или выставлены новую зачитать еще раз вы проголосуем с правками запрещение работы по выходным или ограничение ее до минимума два часа с оплатой полного дня организации доставки рабочего до места работы за счет работодателя можно товарищ предлагается за озвученную правку голосовать прошу голосовать кто за так следующая правка предоставлю в пункте предоставление дополнительных оплачиваемых перерывов перерывов топ числе для короткого сна с организации места для сна со всеми необходимыми удобствами добавление с организации места для сна совсем необходимо на работе нет мы не на работе если человек допустим где-то и долго ехать до места дома но чтобы он комната отдыха что было что он мог отдохнуть не имеется ввиду и на работе конечно во время ночной смены что было у человека возможность 5-10 минут либо это суммировать суммируется как-то дополнительный перерыв либо это дается там потому что есть скажем так вот сейчас даже есть работает справа ночного сна допустим дежурство реанимации у сестер что против ну прямо скажем направлено против здоровья работников и другие специальности тоже должны иметь возможность конечно вопрос да вот а как вот сказывается допустим кратковременный сон на дееспособность человека потому что ему надо во первых уснуть что иногда ну как бы невозможно после интенсивной работы а потом еще и надо проснуться ну то есть это не является ли это вредом наоборот здоровье ну если смотреть 17 мгновений весны то вы помните этот эпизод когда Штирли спит но через 15 минут он проснется это тренировка значит это не только тренировка на самом деле действительно короткий сон он дает возможность те кто ездил длительные поездки он знает что иногда достаточно там 15 минут поспать потом можно еще два-три часа спокойно ехать если ты не поспишь что ты через там полчаса отрубишься и вредишься куда-нибудь съездишь на обочину в лучшем случае поэтому нет это как раз физиологично и такие такие вещи должны быть разрешены и я согласен обеспечивать понятно что он не должен так сказать у станка там лечь где-то на стружке прямо так и так я сейчас я понимаю да я согласен что место должно быть оборудовано для отдыха еще раз давайте я целиком тогда прочитаю с этой поправкой вместе предоставление дополнительных оплачиваемых перерывов в том числе для короткого сна с организацией места для сна со всеми необходимыми удобствами из расчета пять минут за каждый час вечернего времени 10 минут за каждый час ночного времени помимо основного перерыва для принятия пищи уважаем товарищи кто за предложенную правку прошу голосовать кто за кто против держав все единогласно следующий пункт предоставление ежегодно оплачиваемого отпуска работникам занятым на вечерней ночной работе менее 28 предлагается правка рабочих дней непрерывного отдыха и дополнительно оплачиваемого отпуска продолжается 14 рабочих дней на полгода сразу нет но можно конечно но они же исчисляются все равно согласно законодательству мне кажется вы помните роли в календарные дни пересчитать сколько на пункте 42 вот ником 42 непрерывных дня еще дополнительно как у психиатра в принципе на почему вы включаете а потом опыта поделить значит здесь я поясню здесь речь шла о том что во первых 28 дней не должны разбиваться у человека зачастую сейчас не дают людям свой так сказать основной отпуск отгулять полностью да тем самым собственно говоря создают условия для того чтобы он здоровье свой не восстановил не зря 28 дней даются в году я об этом говорю это первое и второе дополнительный выпуск который скажем так вот нет у многих людей по результатам соут так называемый да по результатам соута вот людям надо вернуть потому что те кто работают вечернее ночное время они свою жизнь подвигают дополнительным риском здоровья и травматизма вот это при соут никак не учитывается ночная работа в ночное вечернее время тем не менее все так сказать медицинские данные говорят о том что повышается из травматизма и заболеваемость растет у этих людей поэтому в коллективные договора надо включать дополнительный отпуск которого люди были лишены в том числе и по соус то что касается рабочих дней но я думаю что тоже вопрос такой перспективы дальнейшего удлинения отпуска мы об этом тоже говорили всегда что отпуска надо дальше увеличить но опять же я тоже здесь вопросу реалистичности да то есть для того чтобы увеличить так отпуска нужно что сделать нужно понять производительность труда это не совсем наш добиваясь повышения заработной платы мы будем стимулировать тем самым работодателей повышать производительность труда уже товарищ предлагается голосовать кто за предложенную правку прошу голосовать кто за можно еще раз все таки не до конца вместо календарных дней предлагается поставить рабочие дни еще раз то есть кто за 7 за кто против 6 большинством так предлагает следующая правка запрещение работы по выходным или ограничению до минимума не более одного раза в месяц не более одного раза в месяц то есть это дополнительно к двум часам неделю вместо или вместе вместо 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 то есть мы же говорили как опуждали устно что каждый выходные по два часа тратить это менее разумно чем лучше один раз я понимаю но эта поправка была уже принята так я понял что мы как раз можем скорректировать поэтому и приняли чтобы именно ее доработать теперь мы дорабатываем уже другой пункт сейчас я прочитаю как он звучит и как он будет звучать с вашей поправкой запрещение работы по выходным или ограничение до минимума два часа заплаты полного дня организации доставки рабочего времени до места работы за счет работодателя и не более одного раза в месяц мне кажется больше надо ну два часа это смысл вообще выходить так как товарищи это ну чисто с оплатой полного дня а вообще когда ты полного выходной испорчен все равно но оплата полного дня это не будет выгодно на работу даже не будет товарищи во первых предлагаемая поправка она не противоречит тому что приняли ну не будет дуру чем она противоречит ничем она не противоречит ну лучше один раз приехать на два часа на выходной день получить оплату за полный день чем ездить каждый выходные поэтому зачем убирать предыдущую поправку она никак не мешает или вы против того чтобы два часа отработать всего лишь но вот вы же сами говорили что нет я согласен но мы уже проголосовали нет все таки мне кажется лучше ну я понял 12 часов на один день да идут на работу на два часа платят себе полный рабочий день и еще один раз в неделю ну кстати говоря просто смысл будет в том что это будет невыгодно работодателю и как бы будет привлекаться в случае острой необходимости то есть мы думаем всегда острой необходимости никакой острой необходимости два часа работы ни разу все из месячного восемь часов правильно да но никто же не говорит что сверхурочные не могут быть средней недели поэтому дополним один раз чтобы вообще ограничить это все и двумя часами и одним разом в месяц так еще раз рассчитываю запрещение работы по выходным или ограничению до минимума два часа с оплаты полного дня организации доставки рабочего до места работы за счет работодателя и не более одного раза в месяц так так товарищи кто за предложенную правку правку голосовать кто за кто против издержавшись можно еще предложить все таки пересмотреть про отпуска отменить то предложить все таки комитетов отменить правку за отпуска так уж проголосовали как нельзя так против большая поддержка нет просто нет на повторное отключение поставить да вы можете предложить какую-то другую правку ну вернусь как бы вернути что-то мы по-моему нам сошли я вот тоже мне это смущает правку дело в том что как ни крути если просто вписать что будем считать рабочими днями а расчет отпуска будет продавиться какими днями то есть последние и получается мы получим в два раза больше будем отдыхать а получим ту же самую заплату тут мы как-то в проигрыш уходим не реально потому что надо на данный момент ставить и вопрос о оплате в данном случае а так это половинная мера и отпускные вам оплатятся исходя из вашего заработка за год среднего другое дело что чем меньше вы работаете в течение года тем меньше естественно будут у вас отпускные в конечном итоге а что касается вредности да то ее еще меньше будет чем больше отпуск тем меньше доплаты за вредность это как лучше сначала как лучше мы уже проголосовали товарищи на мой взгляд это чистой воды авантюризм давайте переголосуем давайте переголосуем как хотите я не ожидал что столько людей здравомыслящих проголосуют за такую передумали да уважаемый товарищ ставьте вопрос тогда надо его решить мы сейчас можем предположение отменить там оставить отменить не ну ты тогда выскажи почему ты так думал я вам сказал это уже слишком получается ну как бы не слишком большой опуск на данный момент это завышенные требования надо прийти к этому нет дело не в этом еще раз если мы ставим вопрос об обвинении отопуска но не акцентируя внимание на оплате оплате того времени то получается что мы отпуск удлиняем и нам оплачивается по сути так сколько мы считаем где столько и оплатится в участии а теперь мы будем гулять те же деньги будем тратить на 50-60 дней то есть как же те же деньги ты уходишь на 30 дней тебе рассчитывают 30 дней уходишь на 50 тебе рассчитывают 50 здесь вот только что же человек объяснил то есть тает твоя средняя потому что ты в год вырабатываешь меньше часов тает твоя вредность потому что в год вырабатываешь меньше часов по вредности все то что вредность тает это хорошо она и так не великая я вас уверяю я имею ввиду я еще раз говорю что здесь вот удлиняется отпуска можно когда увеличится производительность куда и зарплаты будут такие что вам позволили гулять 42 дня так сказать спокойно можно если нужно взять 42 дня чтобы поехать куда-нибудь в коме СССР и подзаработать это другое можно еще высказывать вот если у нас получается 28 рабочих дней у нас может получиться ситуация что у нас отпуск будет составлять когда-то больше когда-то меньше в зависимости от того сколько выходных дней будет в этот период это не конкретная цифра непонятная а так ну тут все понятно 28 календарных дней и я зато я конечно за то чтобы побольше отпуск но давайте тогда ставить вопрос что это будет сколько там уважаем товарищ значит предлагается переголосовать ту правку и оставить вопрос о 28 не рабочих а календарных дней то есть вернуть ту редакцию которая была предложена изначально и отменить ту правку которая была предложена кем-то товарищи прошу голосовать кто за то чтоб оставить редакцию в первоначальном виде прочитать изначально кто против кто сдержался большинство отменяется 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 еще будут какие-то добавления откаты предыдущих правов но я выступаю после сна мне очень понравилась формулировка именно такой у меня был сон с организацией места для сна со всеми необходимыми удобствами поэтому значит у меня появился свежий взгляд он правда нельзя сказать что короткий может я хотел бы и больше но все таки не подходит подтопление которое дано значит в нашем проекте и что я увидел после этого сна освежающего что очень интересно получается с одной стороны мы считаем что у нас выгодно работникам шесть часов и тридцать часов в неделю шесть часов в день а потом помимо этого пошло а что значит помимо этого то есть мы от того отказываемся и выбираем какие-то другие требования это очень странная формировка помимо на свежий взгляд если смотреть это раз ну и потом что же получается то есть получается что у нас требования которые конкретные они как-то вот не согласуются с тем что выгодно работникам например сокращение времени ночной работы без понижения заработной платы это вы как требования выставляете или что мы вернее выставляем как требования мы открываем статью 96 трудового кодекса что там написано работа ночной времени на час сокращается без понижения заработной платы так а что мы тогда это это мы сейчас трудовой кодекс переписываем или что мне-то казалось что мы должны выставлять требования более высокие чем закрепленные законодательства а мы между прочим выставили менее высокие потому что если мы сократим рабочую смену восьмичасовую ночную до 7 часов 59 минут то вот это как раз то что мы сейчас с вами требуем это как зачем мы так хуже чем трудовой кодекс мы все время удивляемся я понимаю но такая формулировка которую вам раскатят вы хотите скразить ночную смену пожалуйста 7.55 выполнил ваши требования по сравнению с вами выполнил то есть зачем мы получил что записали требования которые уступают норме трудового кодекса если мы хотим сказать что трудового кодекса не считаются ну надо сказать это ну не об этом же речь идет о том что выгодно работник поэтому я думаю надо этот пункт убрать ну потому что если уж мы будем требовать что ну давайте тогда трудовой кодекс переписывать или все таки выдерживать принципы того что мы выдвигаем нормы которые лучше и лучшают положение вообще задача коллективного договора какая лучше а по сравнению и здесь и здесь ну зачем тогда мы вступаем от этого принципа сами можно по этому поводу высказаться Александр Ильич? я вот закончу я же проснулся по полуночной работе ну Дмитрий Борисович я проснулся вот я уже прошу извинения потому что действительно дальше ограничение продолжительности вечерних ночных смен восьми часами ну спасибо я понимаю что бывает смена девенадцать часов а если восьми часовая какая-то нормальная смена то мы ограничиваем вообще хуже опять забиваем нормы чем записано в трудовом кодексе это зачем нам так делать мне кажется мы неправы о чем мы против имеем шестичасовой рабочей смены тогда начинается мы начинаем вставать на практическую точку зрения организовать графики давайте если мы требуем шестичасовую рабочую смену организуйте четыре по шесть мы же не против такого графика даже если это будет вот смена которая не более короткая чем дневная смена но она шестичасовая будет вы будете против выступать ну потом можете против выступать если шестичасовая дневная смена давайте четырехчасовую ночную давайте вот таким но на этом пути у нас путь получается обратный мы сейчас забили восьмичасовую ночную смену ну как-то так товарищи это вот я я я за юрий перриторический вопрос а вообще это конечно я себя критикую потому что проспал на хорошо организованном месте для снах вот это дело ни вовремя не выступил Денис Борисович нет ни оправданий но смолчать не смог и поэтому я прошу как-то вот к этому вопросу вернуться убрать вот этот пункт сокращения времени ночной работы без понижения зарплаты как очевидный с одной стороны с другой стороны ухудшающее положение работников по сравнению с нормой предусмотренного правовым кодексом раз это в одном предложении а второе все-таки вернуть ограничение продолжительности вечерних ночных смен до 6 часов имея в виду например что большевики выступали за отмену ночных смен не за гранищи да когда они встали там и столкнулись с тем что ну пришлось отказаться от этой нормы временно а вообще в принципе они выступали за отмену ночных смен а что мы хуже большевиков что ли они в то время об этом думали спасибо ну вот прошу прощения что вот я в отношении времени ночной работы значит скажу следующее этот пункт относился к общей к общей продолжительности ночной работы а вовсе не к конкретной смене имеется ввиду что сокращать ночную работу в течение там ну календарного периода определенного какого то есть тогда периода без понижения заработной платы а то вот уточнить а то вот так считается я причитал в свежем взгляду подумал что просто речь идет о смене как так главное уточнить чтобы не было усмысленности вы предлагаете убрать полностью я предлагаю убрать не то что такой бумаг ну или указать ограничить количество ночных смен я не знаю сколько их надо вот так вот да лучше вообще без них конечно не получится нас нашли да вот вы увидели что даже наше производство в ночь если оставить без пересмотра да конечно теоретически можно ситуацию когда не будет ночной работы когда производство полностью разрушится вернемся к пещерному образу жизни и будет ночной работы сахар сокращение количества рабочих смен в ночное время а уж каждый там решит до какого количества до какого ну да наверное сокращение количества ночных смен без понижения заработной платы может быть добавить в этот пункт на увеличение количества смен в сутки затрата то есть что если например у нас было две смены то будет три смены и как бы ну в равных а чему это не нравится вот 6 до 6 часов в сокращении дождется что такое мне нравится я тоже не понимаю 4 часа поработать можно что напирали на то что человек утром поработает и потом вечером но у нас же есть еще и пункт продолжительность межсменного отдыха да в двукратном размере с учетом обеденного перерыва да то есть он не позволит это ну что ты утром вышел поработать чтобы два раза в сутки выйти работать да чтобы два раза в сутки выйти работать поэтому проблем проблемы нет да давайте за 6 часовой поэтому можно 6 часовой для того предлагается две поправки ну это уже первая поправка сокращение количества ночных смен без понижения заработной платы взамен сокращение времени ночной работы без понижения заработной платы уважаемые товарищи кто за предложенную правку прошу голосовать кто за кто против сдержались заходит и предлагается поправка ограничение продолжительности вечеринка ночных смен до 6 часов потому что и предлагал у нас есть ежедневного непрерывного отдыха не менее 48 часов уже принято а выше там ограничение до 2-х количества идущих подряд ночных смен после которых должен следовать отдых продолжительность и менее 42 часов то наверно тоже надо поправить до 48 технически давайте поправим в принципе мы здесь можем написать любые требования можно бросить завод а ну там сами решили права больше нет да предлагается прав следующий характер ограничение до 2-х количества идущих подряд после которых должен следовать отдых отдых продолжительность не менее 48 часов вместо 42 часов уважаемые товарищи кто за предложенную правку прошу голосовать кто за кто против кто сдержался проходит товарищи консультанты больше ничего не заметили хорошо я надеюсь что часть хотя бы из этих требований войдет в какие-то коллективные договора но в том-то все и дело что не все не все поправки явно можно провести одновременно ну какие-то и те те из них ну здесь все улучшают положение работников в отношении времени это понятно набор конструкций какие-то больше какие-то меньше тем не менее даже что-то из этого удается провести коллективные договора будет прогрессивный шаг постановление российского комитета рабочих о борьбе за режим рабочего времени выгодны для работников российский комитет рабочих отмечает что последнее время работодатели все чаще устанавливают для работников режим рабочего времени не соответствующий нормальным 10-ти часовой рабочий день сдвоенные 12-ти часовые рабочие смены чередование вечерних ночных и дневных смен с минимальным временем отдыха между сменами постоянные вечерние и ночные смены и так далее помимо негативного воздействия на здоровье рабочих увеличение рисков травматизма вплоть до смертельного такие режимы работы создают предпосылки для еще большего увеличения рабочего времени приводят к сокращению свободного времени работников и занижению заработной платы затрудняют проведение профсоюзной работы и ограничивают право работников на объединение Российский комитет рабочих констатирует что наиболее выгодным для работников является сокращение рабочего дня до 6 часов в продолжительности рабочей недели до 30 часов без понижения заработной платы помимо этого с целью ограничения сменной ночной работы а также снижению негативных последствий работники объединенные профсоюзы должны добиваться включения в коллективные договора следующих требований недопущения недопущения еженедельной работы более 40 часов и продолжительности сверхурочных работ не более 80 часов в год но не более 8 часов в месяц сокращение количества ночных смен без понижения заработной платы ограничение продолжительности вечерних и ночных смен до 6 часов ограничений до 2 количества идущих подряд ночных смен после которых должен следовать отдых продолжительностью не менее 48 часов продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не менее 48 часов продолжительность междусменного отдыха не менее двухкратного размера продолжительности смены с учетом обеденного перерыва. Начало ранней смены не ранее 6 утра, окончание поздней смены не позднее 23 часов. Предоставление каждому работнику отдыха во второй половине дня, вечером и в выходной день не менее одного раза в неделю. Запрещение работы по выходным или ограничение ее до минимума 2 часа с оплатой полного дня и организации доставки рабочего до места работы за счет работодателя и не более одного раза в неделю. Повышение оплаты труда в вечернее время на 40% и в ночное время на 80%. Составление графика чередования смен за один месяц до начала учетного периода. Согласование с работником графика чередования смен. Согласование с профсоюзом и работником текущих изменений графика чередования смен. Учет возраста и особенностей здоровья работников при планировании вечерних и ночных смен. Индивидуальный учет стажа сменных работ для каждого работника на протяжении всей трудовой жизни. Ограничение вечерних и ночных работ минимально необходимыми операциями. Выполнение наиболее травмоопасных операций и наиболее ответственных заданий в дневное время. Предоставление дополнительных оплачиваемых перерывов, в том числе для короткого сна, с организацией места для сна со всеми необходимыми удобствами из расчета 5 минут за каждый час вечернего времени и 10 минут за каждый час ночного времени, помимо основного перерыва для принятия пищи. Обеспечение горячим питанием в вечернее и ночное время. Предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска работникам, занятым на вечерней и ночной работе, не менее 28 дней непрерывного отдыха и дополнительного оплачиваемого отпуска продолжительностью 14 дней. Повышенные требования к технике безопасности и охране труда при ночной работе. Углубленные профилактические и медицинские осмотры работников, занятых на сменной и ночной работе. Обеспечение условий для занятий физкультурой и спортом для работников, занятых на сменной и ночной работе. В случае отказа работодателя от включения данных положений в соответствующие разделы коллективного договора или их невыполнения, работники должны начать коллективный трудовой спор и проводить коллективные действия, вплоть до забастовки для защиты своих интересов. Денис Борисович, там, где писали до двух часов, да, там, в месяц, раз в месяц мы прочитали. Я не прочитал? Нет, раз в неделю попросили. А, да, спрашивайте, действительно. Спасибо. Александр Владимирович, да, нас что-то заметил. Я прошу ввести в условную карту, в этот фон, который... Значит, вот что получается, если мы выступаем за сокращение количества рабочих смен и с понижением зарплаты, значит, мы за что выступаем? Удлинение рабочих смен. Не рабочих смен. Ночных смен, простите. Значит, выступаем за увеличение количества рабочих и ночных смен с понижением зарплаты. Поэтому я предлагаю просто убрать без сокращения зарплаты. Это и так понятно. Кодовой кодекс требует статья 96. А мы выступаем. Вот здесь смысл количества ночных смен. Когда мы решили без понижения зарплаты, то смысл не ускоряется. Здесь до сих пор на что? Что мы требуем сокращение количества ночных смен. Вот тут буквально с хвостом отцепить без понижения зарплаты, чтобы не подумали, что мы выступаем за увеличение количества ночных смен с понижением зарплаты. А чтобы этого не было. Надо отцепить хвост и все. Спасибо. У нас такая формулировка вообще относится к сокращению рабочего дня. Сокращение рабочего дня без понижения заработной платы. Это не другая формулировка. Это то же самое. Речь идет о том, что почему без понижения заработной платы. Потому что надо как-то компенсировать выпадающие, более, так сказать, щедро оплачиваемые ночные смены. То есть, работники тоже некоторые стремятся выходить на новую ночь, чтобы получать больше своих денег за зарплату. Правильно? Но в целом я согласен. Давайте сокращение количества ночных смен. Уважаемые товарищи, кто за правку Александру Владимировичу, чтобы... Давайте тогда, как это тезисно будет звучать, повторим. Сокращение количества ночных смен. Просто сокращение количества рабочих смен. Ночных смен. Благодаря, извиняюсь. Ночных смен. Вообще вы работали не надо. Прошу голосовать, кто за предложенную правку, кто за, кто против, кто выдержался. Есть необходимость еще раз еще зачитать? Да нет. Я зачитаю. Уважаемые товарищи, предлагается, ввиду того, что правок по данному вопросу больше не поступает, принять данный проект постановления в целом. Прошу голосовать, кто за, кто против, воздержавшись. Спасибо. Уважаемые консультанты, по третьему вопросу правки поступали. Уважаемые товарищи, ввиду того, что правки по третьему вопросу использования отраслевых соглашений в интересах работников не поступало, предлагается, значит, еще раз зачитать правокое постановление для того, чтобы было принято в целом. Постановление Российского комитета рабочих использования отраслевых соглашений в интересах работников. Российский комитет рабочих отмечает, что у работников с 1991 года есть возможность заключать с работодателями соглашения, правовые акты, содержащие нормы трудового права, заключаемые за границами одного предприятия. Однако из-за того, что большинство профсоюзов находятся под контролем работодателей, действующие отраслевые соглашения не содержат в себе коренных улучшений по сравнению с ТК РФ. Соглашение заключается в основном на предприятиях отраслей, находящихся под контролем государства. Но у работников есть возможность заключать соглашения, действующие на разных предприятиях на всей территории РФ или ее части, субъекте, регионе. Российский комитет рабочих рекомендует после организации рабочих профсоюзов или как коллективные требования к имеющимся профсоюзам, вносить в проекты соглашения нормы по сокращению рабочего дня до 6 часов с повышением заработной платы, как минимум до стоимости рабочей силы, а также других норм, записанных в программе задачи коллективных действий Федерации профсоюзов России и добиваться их заключения, объединяясь с рабочими профсоюзами других предприятий, отрасли и по территориальному признаку. Можно пункт еще раз перечитать, где за границами написаны слова? Российский комитет рабочих отмечает, что у работников с 1991 года есть возможность заключать с работодателем соглашение-правовые акты, содержащие нормы трудового права, заключаемые за границами одного предприятия. Это имеется в виду, что... Это имеется в виду, что на отрасли заключается. Вот она, вон она будет, у него... Так, уважаемые товарищи, предлагается данный проект постановление принять в целом. Прошу голосовать, кто за, кто против. Спасибо. Вопросы разобрали. Уважаемые товарищи, следующий, значит, момент, значит, может с повесткой на следующий российский комитет рабочих, предварительной повесткой. Дорогие товарищи, ну вот мы тут группой консультантов посовещались и послушали, на что обращают внимание товарищи в своих докладах, и что является таким наиболее волнующим пунктом обсуждений. И предлагаем следующие три вопроса к повестке следующего российского комитета рабочих. Первый вопрос. Борьба за продвижение прогрессивного проекта коллективного договора. Я думаю, что от этого вопроса на РКР никуда не уйти, и этот вопрос нужно обсуждать постоянно. Ну и вот коллективный договор так или иначе должен быть в вопросах рассмотрен и всплывать вопрос о его... Здесь рассматривается вопрос о его продвижении. Второй вопрос, который мы предлагаем, это борьба за повышение реального содержания заработной платы. вопрос тоже актуален, он много раз возникал и в заседаниях РКР, но к нему стоит вернуться еще раз, вспомнить, что такое заработная плата, что такое реальное содержание, почему она должна повышаться. Эти вопросы, которые вот и сегодня возникали даже, да, вот Денис Борисович говорил, что мы будем ждать повышения производительности труда. Да, но она уже повысилась за сто лет настолько, что, в общем-то, этот вопрос тоже надо понимать, и его надо проговорить как следует. И третий вопрос, об организации и деятельности рабочего профсоюза. Почему этот вопрос возникает? Потому что вчера и сегодня здесь на обсуждениях задавали товарищи вопросы, а что делать вот профсоюзу в повседневной жизни, как он устроит. Товарищ Гоменов хорошо выступал по этому поводу, в том числе и рассказывал там, как организовать встречи профсоюзной организации, что делать, что на них обсуждать, как подготавливать эти встречи. Ну и вообще такие вопросы жизни, ежедневной жизни профсоюза, хорошо бы осветить товарищам, чтобы они понимали, чем профсоюз занимается ежедневно, на ежедневной основе. Ну вот, в таких... Повторюсь еще. Да, еще раз, последний. Об организации и деятельности рабочего профсоюза. Ну, я думаю, что председателям, сопредседателям Российского комитета рабочих нужно обратиться к Российскому комитету рабочих. Может быть, кто-то сейчас уже будет готов какой-то вопрос взять на себя и подготовить его к следующему разу. Вот такое предложение. Спасибо. Уважаемые товарищи, стоит повторить еще предполагать? Да, да. Сейчас Александр Владимирович. Уважаемый товарищ, это повестка, предложение по повестке согласованной, я хотел бы об одном еще сказать. Значит, вот эта повестка вырабатывает в консультациях с Михаилом Россеевичем, вы знаете, он тоже наш консультант. Ну, и когда говорил, что вот борьба за продвижение проекта, прогрессивного проекта, коллективного договора, кто-то ведь еще и не приступил, потому что там все это сложно и так далее. Он говорит, ну, это на разных ступенях. Ну, первые-то сделали, вот, выжимки из прогрессивного проекта, коллективного договора. Выжимки. Он говорит, ну, я хотел сказать, наверное, по-моему, я не знаю. Он говорит, я вот не видел. Он говорит, пусть меня завалят этими выжимками. Значит, уважаемый товарищ, я думаю, что для себя, я не думаю, что надо принимать специальное решение Российского комитета рабочего. Да, но для себя-то надо решить, что, ну, вот, хорошо, есть проекты, если они есть у каждого. Мы говорим, что у каждого есть. Мы предполагаем, что у каждого есть. Хотя можно и спросить, у каждого есть проект? Есть ли разговоры, прогрессивность? Давай, у кого есть, чего мы, у кого нет? Это так интересно, у кого нет. У кого есть проект? У меня, у меня, кажется, я написал. Ну, видите, значит, мы-то все время говорим, что вот, что у каждого. Есть даже права, нет? Так, а что, руку не понимаете? Вот, понятно. Понять? Да. Хорошо. А теперь, а выжимка у каждого, есть. А выжимки не работают? А выжимки нет. Так, проект читать ведь не будут. Вот этот проект, вернее, его он читает, но не все и далеко. То есть, это не материал для агитационной работы. Вам теперь надо агитировать за него. Что, будете проектом агитировать? Вот это замечательно, да, вот это. Возьмете книжечку, докерскую, и все, тогда от вас будут бегать. Вместо того, чтобы вам идти, хотя это замечательный проект. Почему? Потому что нужна выжимка. Ну, выжимка-то, наверное, проще составить, или нет? Тем более, что выжимка, это всегда актуально для вашего коллектива. Вот тут-то вы можете подвинуть это на первый план, поставить это на второй план, на третий план. А когда у вас будет такая выжимка, ну, дальше уже можно раздавать ее каждому работнику. И тогда уже начнется ягодное движение. То есть, короче говоря, вот Михаил Васильевич просил в рамках этого первого вопроса от каждого делегата российского факультета рабочих получить выжимку. Я не думаю, что надо называть это выжимкой из проекта. Ну, выжимка, требования и так далее. Можно поставить такой вопрос и решить эту задачу? Он, причем, даже не писался, а говорит, вот Митин Владимирович тоже мне написал. За это у меня здесь на все здоровье идет, выжимки я не видел его. Почему она была? Была? Ну, я не знаю. Еще раз, пришлите. Можно освежить просто. Да. То есть, вот это некоторое домашнее задание на полгода. Можно сделать выжимку за полгода? Сейчас выжить. Да, выжить. Если есть. Так, уважаемые товарищи, значит, предлагается еще раз повторим следующую повестку дня. Первый вопрос. Борьба за продвижение проекта коллективного договора. Договора. В редакции работников значит, второй вопрос. Борьба за повышение реального содержания заработной платы. Третий вопрос. Об организации деятельности рабочего профсоюза. Значит, уважаемые товарищи, делегаты российского комитета рабочих, кто бы смог любой вот на выбор вопрос выступить с докладом, подготовить доклад и выступить с этим докладом 19-20 марта. Ну, я могу попробовать, ну, не попробовать, сделать ну, на третий вопрос. Об организации деятельности рабочего профсоюза, да? Хорошо. Ну, еще кто? Борьба за продвижение и борьба за повышение реального содержания. Нет, ну, можно как со-докладчик выступить просто. А, ну, подключить. И в прениях. Если крат, то в прениях. Угу. Так, ну, предварительная повестка ясна. Время, значит, утверждено 19-20 марта. ПЕСНЯ ПЕСНЯ